В театре на набережной прошел второй международный семинар по капоэро группы Тапазио. Такое масштабное мероприятие по афро-бразильскому боевому искусству впервые прошло в столице. Три года назад, когда я поехал в Италию отдыхать с девушкой, я прогуливаюсь, увидел, соответственно, капоэрист. На тот момент я уже занимался капоэром, продавал. Я поиграл с ним в роде, встретился там со своим мастером. Мы с ним заговорили, он узнал, что я из России, сказал, что он не знал, что в России есть капоэро, он думал, что капоэро ограничивается испаноговорящей группой, то есть в Италии, Испании, Португалии, Бразилии, Аргентина. Спросил, не хочу ли я попробовать развить эту идею, вот филиал, принести его в Москву. Искусство капоэро отличается использованием низких стоек, ударов ногами и большим количеством акробатических элементов. Мастера и любители капоэро демонстрировали сложные движения, акробатические номера, и все это под непрекращающейся национальную бразильскую музыку. У меня есть несколько десятков учеников, которые сегодня получают вторые, третьи, четвертые пояса. Для меня вот это показатель того, что я достиг, что они могут выйти в круг и показать свое мастерство. В программе семинара выступление одной из лучших шоу-групп капоэро в мире. Бразильское самбо, парк урхи, хоп, рнб. Также для всех желающих провели мастер-классы по капоэро и самбо с мастерами Академии Тапазио. В заключение прошла церемония батизады, торжественная церемония смены и получения поясов капоэристами в школе Тапазио Москоу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok